Мартовские коты на сцене Кировского дворца культуры. Это постановка Московского независимого театра. О судьбе четырех мужчин, которые волею случая пришли устраиваться на работу в стриптиз-клуб. Вы мне что обещаете? Что? Что будете репетировать? Что народ всегда толпами бывает? Вы где эти ваши толпы? Может быть здесь? Что-то нет? Владелец клуба понимает, что дела идут из рук вон плохо. И тогда он придумывает пригласить мужчин для стриптиз-шоу. Приходят совершенно разные персонажи. И в первых рядах только что откинувшийся заключенный и судебный исполнитель. Я играю самого себя на самом деле. Потому что я в прошлом работал, служил в правоохранительных органах, в правоохранительных музеях. И для меня эта тема очень близка. Помогите! А я смотрю, вы тут и без меня управитесь. Он без вращения. А ты? А я не такая! Очень интересно посмотреть на своих коллег с другой стороны. Скажем так, не в классических спектаклях, как «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», там что-то более такое классическое, как мы привыкли, театр. А в новых образах, в новых, так сказать, амплуа. Это весело, то есть не будет никаких полных раздеваний. Да, мы будем находиться в стрингах. Да, местами будет откровенно, будет на грани. Персонаж Ивана – звукорежиссер. Он хочет вернуть жену, ему просто необходимо заработать денег. И он готов на все. Он может все, что угодно сделать. И одеть и стринги, и бюстгальтер, и накраситься, и не накраситься. Все, что угодно. Как мужчины себя ощущают в стрингах? Поначалу неловко. Но потом это уже вопрос привычки, и уже не обращаешь внимания, что на тебе – стринги, это бюстгальтер, рубашка. Это уже форма одежды, костюм, который работает сценически. И, по большей части, он дает возможность не то, чтобы понять, а как-то донести зрителю, что вот такие вот крайности тоже возможны. Как вы считаете, в жизни мужчины способны на такие поступки? Да, безусловно. Ну, вот если мужчина любит. Я здесь с Иваном немного не согласен. Ради любимой женщины можно все. Но есть некие грани для мужчин, которые переступать просто нельзя. Ну, держись, ребят, пошла в власть! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова